Славянка 12 августа. Работа на предприятии кипит полным ходом. В прежний режим цеха перешли еще в июне. Теперь здесь шьют только одежду. Львиная доля уходит на создание школьной коллекции. Времени останавливать производство просто-напросто нет, уверяют рабочие. Да и незачем. Мы загружены в полную смену, работаем в полную силу. Работы обеспечены, потому что нам надо обеспечивать свою семью, своих детей кормить. Во втором цеху сейчас работают над пошивом осенней коллекции по заказу из Финляндии. Модели отшивают от 70 единиц и до 500. В августе здесь планируют завершить заказ и приступить к созданию кожаных курток для внутреннего рынка. Программа на осень у нас уже выработана. И основным партнером для нас, конечно, является Россия. Но все заказы очень сложные. Необходима качественная работа и своевременные поставки. Корректировки в работу Таима внесла пандемия. Только в этом случае ситуация сыграла в плюс. Закрытие мировых рынков открыло больше возможностей для поставки бобруйских деталей в Россию. Портфель заказов вырос аж на 10%. Наше предприятие обеспечено 100% работой. И сбоев в работе нет. Работа в штатном режиме. Даже на некоторых участках приходится людей просить на сверхурочные работы, потому что где-то что-то не успеваем. А так, чтобы где-то простаивать, нет, такого не было. На заводе сегодня трудятся 950 человек. Объемы производства большие. Работы хватает всем. Руководство Таима заверяет, с такими темпами к концу 2020-го средняя зарплата рабочего достигнет заветной тысячи. Народ понимает, что даже один простой чреват потерей репутации, которая завоевывалась годами. Потерять ее можно в одну секунду. И поэтому, как видите, по производству, где работают, атмосфера хорошая, я бы сказал. Мясокомбинат тем временем осваивает новые рынки сбыта. Сертификация скоро появится на поставке товара в Китай. Сейчас готовая продукция отгружается по Беларуси и России. В мясожировом цеху, аналогов которому нет во всей стране, работы много. От приемки скота до готовых полутушек на конвейере. Здесь разделывают говядину, свинину и баранину. Люди настроены доброжелательно, все на своих рабочих местах. Если бы людей не было, мы бы не смогли собрать конвейер. Конвейер бы остановился. 100% загрузка каждый день. Не пустуют и другие цеха комбината. Рабочие трудятся в три смены. Готовят колбасу, пакуют сосиски. Каждый стремится выполнить план – получить надбавку к зарплате. Никаких забастовок у нас не планируется. Нам надо кормить город, кормить район. Поэтому все у нас в рабочем режиме. За забастовки провокаторы выдают и встречу руководства предприятий с коллективом. Рабочее совещание по итогам семи месяцев прошло и на Бобруйско-Громаше. Никаких громких лозунгов и призыва к простою. Надежда Лазаревич поблагодарила людей за работу и рассказала о перспективах. Анонсировал руководитель также и премию по итогам работы за июль. Приход нового руководителя Надежды Анатольевны Лазаревич вдохнул новую жизнь в наш завод. У нас появилась стабильная работа. Мы постоянно ощущаем повышение заработной платы. У нас на складах не стоит неотгруженная продукция. В городе, как и в коллективе, чтобы шумиха была или какое-то волнение. Я бы не сказал, все занимаются своим делом. Нам просто некогда. Мы постоянно в работе. Экономика страны зависит от каждого в отдельности. Предприятия Беларуси преодолевают последствия мирового кризиса из-за пандемии и закрытых границ. Наверстать объемы производства сейчас цель номер один. А терять время и останавливать станки – это значит терять свои зарплаты. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск-360.